Welcome, 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 Kingzone-овцы! Проиграли предыдущую игру. Vel'Kaz просто out-damaged. Уничтожил Райза, можно сказать, на линии. Постоянно его запушил, не давал нормально фармиться BDD. Ну, а Талия мы опять не увидели в игре. Я понимаю, что она не была в этот раз в контрпеке, но не получилось у них на топе ничего организовать против Чагата. Как итог, дальше всё пошло из рук вон плохо у команды Kingzone. И было видно, тильтовка немножко. Хотя Спириду даёт MVP в этой игре. Первый MVP у него за плей-офф на Грагасе. Хотя, мне кажется, за Олафа он заслужил больше MVP, чем вот за эту игру. Ну, скорее всего, это суммарный MVP за две игры. Что, третий раз Талия? Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, и третий раз Талия. А может быть, Наталия. Давайте посмотрим интервью. А, вот. Kingzone — великая команда. Мы никогда их не выигрывали, но мы не дали пройти... А, не, мы в прошлом году дали пройти команде Джинджина Чемпионат Мира. Они стали чемпионами. В этом году мы не хотим никому давать пройти, бла-бла-бла. Поэтому наша цель только побеждать. Я не думаю, что будет это легко, но я думаю, мы сможем выиграть эту встречу. Абсолютно актуальны теперь слова. Интересно, были ли записаны слова, где он говорит, что они сегодня проиграют? Трафт-фаза — это работа тренера. И аналитика. Все верно. Игроки, они, конечно, имеют к этому тоже отношение. Но для этого... Я сейчас немножко попытаюсь вам объяснить. Аналитики — это те люди, которые анализируют, насколько хорошо оппоненты и ваши союзники, ну, союзники, ваши игроки могут сыграть ту или иную роль и того или иного чемпиона. Что же касается тренера, он во время банов пиков вместе с аналитиками пытается выбрать наиболее состоятельный сетап для вашей команды. И если ваш игрок не играет конкретного какого-то чемпиона, то, опять же, тренер виноват, потому что он не заставил тебя его тренировать. А не игрок виноват, что тебя посадили играть на этом чемпионе вдруг спонталыку. Вы должны были отрабатывать это заранее. У вас должны быть все эти ауты. Не надо там тренировать одну и ту же стратегию каждый день, потому что вам просто банально забанят одного чемпиона, и вся ваша стратегия умрет. Минус тали выделать сама команда Kingzone. Вот такой вот ход. Лишь бы не получил ее пенат. Это правильно. Это хороший бан против своего же игрока, потому что этот игрок явно недоигрывает. Минус Шена также делает команда Kingzone. А Фрика Фриксы будут ли там Кенча убирать? Те же самые стандартные три бана у команды Африка Фриксы. А что им менять, как говорится? Они уже привыкли к тому, что это Варус будет ФП. Да, это Варус ФП. Это очевидно было. Раз они убрали Талию, убрали Шена, они не хотят, значит, в ответ получить двух страшных чемпионов. Алистара сейчас заберет команду Африка Фрикс. И я думаю, это будет Алистар Чагат. Я бы так сделал на месте Африка Фриксов сейчас. Там статичная Декерри. А, вы Зайрайкана хотите взять? Зайрайкан пока открытый. А вас устраивает, что они сейчас Браума заберут? Африка Фрикс это ошибка. Мне кажется, это ошибка. Команда Kingzone сейчас должны забирать два дисенгейджера лесника, либо топера. Один из них там Грагас, либо Чагат. Ну, выбирают сейчас сами. Они вот Грагаса все же пената сажают. И должны забрать просто Браума. Все. И уже себя чувствуют прекрасно. У Африка Фриксов не так много будет вариантов на третий пик, потому что им нужно будет заранее взять контрпик к Грагасу. А их не так много сейчас. Это только Сиджуани подойдет. Только давайте без приколов. Или вы Райза хотите забрать сейчас и оставить Браума открытым? Они Браума забанят. А вы потом, мол, возьмете, я не знаю, Жанну какую-нибудь. Ну, Жанну не будет сейчас никто брать. Думаю, тут Kingzone. Они явно хотят Райза взять. Смотрите, это прям видно. Они такие... А, Морганы. Ну, кстати, Морганы тоже можно отработать. Это поук сетап, значит, будет от команды Kingzone. Значит, BDD будет выстраивать игру через Зою. А Кан, возможно, будет снова играть через Джейса. И учитывая, что я уже сказал, команда Африка Фрикс должна сейчас добирать себе инициатора. Ясо здесь не годится. Я понимаю, что они хотят Ясо взять до того, как Зоя там появилась. Такой ход тоже годится. Но Ясо не подходит из-за того, что вы еще не уверены, что там Зоя. Это только мое предположение. Так в открытую брать не стоит. Моргана тоже годится против Райкана. Вы не думайте, что Моргана это отстой. Трандл был забанен, потому что это потенциально Кановский Грагоц все еще может быть на топе. Поэтому они решили забанить Трандла как прямейшую контру к Олафу. И команда Kingzone задумалась, но убирает Талона. Если вы убираете Талон, а это, кстати, не Зоя, значит. А кого они еще в полк могли взять? Азира? Слушайте, это может Азир будет от команды Kingzone? Хотя BDD не помню на Азире вообще почти что. Африка Фриксы тоже задумались теперь и не понимают, что им забанить-то. Я бы Зоя забанил. Более стандартный такой бан, логичный. Они продолжают убирать джанглеров, мол, это точно не Грагоц в лесу. Ну и команда Kingzone. Можно теперь и Ясу того же самого забанить. Можно забанить Чагата, либо Гнара. Ну, я просто не знаю, чем они собираются играть в команде Kingzone. План-то какой-то наверняка есть на игру. Если вы хотите увидеть Чагата на той стороне, да, они хотят все же взять себе Азира на мид. Это будет Азира от BDD. Африка Фрикс, увидев это сейчас, должны взять инициатора стоплей на, скорее всего, мидера лучше на всякий пожарный пока не брать. Да, это Чагат. Значит, Гнара от команды Kingzone, Грагоц в лесу. И это как раз Азир на мид. Ну, это такие самые лучшие варианты для команды Kingzone. Нет, Орна выбирает команда Африка Фрикс. А теперь ГП можно сыграть. Стоп. А почему бы и не ГП? Облизываться начал Канчик, потому что он понимает, что здесь и Джейс подойдет, и ГП подойдет, и Камила подойдет. Ну, они выбирают тогда другую идею, не через Азира, но все еще Зоя осталась открыта. И так, где открыта Зоя, там же и открыт еще Ясу. То есть есть маленькая проблема все же у команды Kingzone. А она заключается в том, что может попасть... А-а-а! А вот этого я не продумал вообще. Что Пенат может вообще взять другого чемпиона, даже не Танк и Инициатор. Я думаю, когда ему отрезали двух Джанглеров, он уже точно пойдет на Грагосе. Но он решает взять контрпик Коллофу. Идея неплохая контрпика Коллофу, но эта идея упирается в Рейкана. Довольно скрешовый сетап получился у команды Kingzone. Легкий матчап, конечно же, у Кана на топе за Грагоса. Но Африка Фрикса могут контрпик взять на мид, и Лесняком это будет не исправить. Берут они все же контрпик на мидлейн. Ну что ж, равная борьба сейчас будет довольно интересная. И это как раз та игра, где команда, которая получит первые убийства, та команда, которая выиграет первый тимфай, та команда, которая первых драконов заберет, она и выиграет матч точно. Здесь обе команды просто адово сноуболятся. Но если мы все же увидим без сноубола матч, то Лейд сильнее у африканцев. Связано это в комбинации Зая Рейкан, Олаф, забегающий под Орном, Мальзахар, провоцирующий QSS, и, конечно же, усиленные предметы. Правда, Лейд не намного сильнее, всего лишь 60% я дам команде Африка Фрикс. А чем-то Клинцы набирает команда Африка Фрикс. Клинцы не помогают так, как хотелось бы. Но это лучше, чем ничего, они вот думают. Наверное, они ожидают, что Моргана с Игнаетом будет. Именно из-за этого взяли Клинца на бот Лей. Но, видите, Моргана у нас играет через экзост, в защитную. Сейчас все зависит от БДД, он должен тащить на тете Зои. Ну, а в предыдущей игре все зависело от Талия, еще в предыдущей от Джейса. То есть тут нельзя так прямо говорить, от кого все зависит. Вы же видели, что Джейсу не доиграла очень сильно Талия, поэтому у Джейса все пошло наперекосяк. Где и Бот Лейн его не лучшим образом сыграл. В предыдущей игре Талия вроде бы и неплохо сыграла, но матч провалил Топпер и провалил Мид Лейнер, дав Велкузу ротации по карте организовать. Кстати, Кура Мальзахара вот многие забыли, но это его тоже одна из сигнатурочек. В те времена, когда Мальзахар был жутко популярен на Миде, Кура только на его и играл. Даже добился того, что банили постоянно. Вот не нравится мне, что всегда с таким хорошим настроением играет Пенат. Не то чтобы, ребят, я какой-то хейтер хорошего настроения. Просто Пенат с таким настроением и проигрывал команде СКТ матчей. Пенат с таким настроением проигрывал команде Рокстайгер матчи. Серьезнее надо немножко относиться. Серьезнее. Я понимаю, что это, наверное, его защитная реакция на плохие моменты происходящие, потому что мы все чаще и чаще это видим. Проиграл Бидиди Ди этот размен. Но надо нареково будет уходить. Браун бы зашел лучше. Тут сложно сказать. Понимаете, мне кажется, они изначально взяли Моргану, чтобы брать Зою. Потом они увидели, как все поменялось и решили поменять немножко свой сетап. И получился у них полупоук сетап, который они изначально задумали. Но при этом это уже не паук сетап, а просто Моргана, усиливающая Варус, который играет не в леталити билд, а в летал темпо, следовательно, это он хит эффект Варус. А изначально, я думаю, они задумывали играть через Аркан Комет у Варуса. Ой, сейчас Варус фейсчекнет, и не совсем понятно, для чего. Или нет, они ловят Тусинчика, проносят там пол лица, как раз минуту 30, чтобы не было возможности у Тусина с Рекольц. Я даже не заметил, тут Варт стоял, так что они не могли здесь ошибиться. Сейчас Кан на Грагосе развалит всех, но... Было уже матч за Грагоса от Кана, он, кстати, играет в этой игре в Аркан Комету, и в том матче он в соло провалил игру против Гриффина, если я правильно помню, они играли. Была 50-я минута, и на этой 50-й минуте Грагос дал ульту таким образом, что вкинул в свою команду танков оппонентов, и им даже не нужно было искать возможность туда ворваться. Более того, это сражение было 3 в 5, то есть оппонентов было трое, но он двух танков кинул в свою команду, эти танки тут же ЦЦ эффекты и подкидывания надавали, и дальше Керри оппонентов, единственно оставшиеся в живых, разобрался. Вайпер там смог справиться. По-моему, он на Кайсе Вайпер тогда был в том матче. Зоя зачем-то ульту охотника взяла в этой ветке. Ну, чаще ультовать будет, хотя обычно все же берут лайфстил, а не откат ульты за каждое убийство, которое он организует. С другой стороны, он чаще будет прыгать, если у него получится наделать убийство. Ну, вообще, охотничью ветку на чемпионатах, если бы можно было, я думаю, любой бы игрок от нее отказался, потому что убийства вы слишком мало производите за игру. Пенат у нас с одним стаком, он забрал себе краба, просветочка прошла, не заметила его, но вот дальше его заметили. Пенат сам вернулся туда, и сейчас его будут ломать. Он тут же отфлэшивается, флэшится за ним. Спирит, это ошибка, Спирита, кстати, может быть. Или Мальза подойдет раньше? Мальза подходит раньше, как это обычно и происходит. Пытается Кура убить у нас здесь. Бедиди у него это не выходит. Кан у нас пытается как-то ворваться, но у него тоже это не выходит. И команда Кингзон проигрывает. ФБ в первой же минуте встречи. Пенат ошибся, грубо ошибся. Он зашел в чужой лес, это нормально. Он увидел, как пролетела просветка, и зачем-то зашел в просвеченную точку. Он мог остаться, наоборот, закайтить крипов. Вот смотрите, сейчас пролетит просветка, которая пролетит мимо. Вот она. И она не видела его, и он мог вот здесь вот остаться. Но он зачем-то пошел в эту сторону. Ну и помимо вот того, что флэшится сюда, наверное, флэшится надо было к Грагосу. Я понимаю, что он хотел зафлэшиться в узкое пространство, где вряд ли, мол, меня кто убьет, но за ним просто погоню устроили два игрока, и Кин туда флэшнулся. С другой стороны, сейчас есть преимущество у команды Kingzone по флэшам. Небольшим этим преимуществом они пользуются. БДД пропушивает мидлейн, дэнает немножко крипов для Мальзахара, Пенат тоже сюда подошел. И на топе там нет флэша, напоминаю, Кин, и Кин еще потерял большой пак крипов. Такие вот моментики тоже надо, конечно, организовывать. Потому что многие сразу скажут, что он ФБ отдал, все, больше выиграть нельзя. Нет, можно еще выиграть, если вы будете пользоваться тем, что пять минут нет флэша у Кина, пять минут нет флэша у Олафа, и играть агрессивно будете по этим игрокам. Зато Пенат улыбается. Ну, я говорю, это скорее с точки зрения психологии. Это защитная у него реакция. То есть он улыбается, когда понимает, что все плохо. И вот в такие моменты тренер должен тоже был это заметить. И должен был выпустить лучше запуганного Кузю, который, ну, вы знаете, очень часто бывает просто в тильт впадает, в какое-то состояние Гроги. Это лучше, чем вот... Спирит у нас делает тут спринт-врыв, правда, дождался до последнего Горилла, в кого кинется топор, и угадал. Ну, или не угадал, а прям по реакции нажал щиточек не на себя, а на Варуса. И Варус не получил никакого замедления. Кто не знает, все эти эффекты. Блэкшилдом блокируется. Блэкшилд также дает вам магическую защиту. Точнее, не магическую защиту, а магический щит, который будет блокировать магический урон. Но если будет даже физический урон, но какое-нибудь замедление, как в данном случае произошло, или хук, допустим, пайка, там все физический урон, вы никуда не притянетесь, вы останетесь стоять на месте. Все у вас хорошо. Пенат у нас забирается так, кстати, себе. Видите, вот агрессивная игра его работает. Попадает здесь по Олафу, про там крипы мешают. Пенат слишком агрессивно, мне кажется, здесь заходит. Кура не было, маны не было шестого уровня, чтобы какую-то ответочку сотворить. Но Зоя тем временем 50 фарма на 35. Горилла хотел было пофризить линию, в него делают ол-ин, но он специально залезает в этот щит, чтобы спровоцировать эту сина как можно больше заклинаний в этот блокшилд. Мол, кидайся, все равно ничего мне сделать не сможешь. В этой игре уже выровнялась по золоту. Бекклса Прэй, у него не было телепорта, помните, он играл с Хиллом. А в предыдущей игре он оба матча отыграл с телепортами. Интересно, вот он знал, что Крамер будет играть с Клинсом, или он догадывался, что нужно просто взять Хилл, а у оппонентов этого не будет. Но сейчас Прэй устраивает фризинг линии, очень хороший фризинг линии, и он, кстати, тоже теперь выйдет вперед по фарму. Кто не знает, на этой линии Зоя против Мальзахара, вообще-то, у Мальзахара преимущество. Первые три левела, конечно, тяжело, но здесь, скорее, Сноубол начал уже устраивать БДД с этим запушиванием. Кура каждый раз просто под вышкой выживает, отпушивая крипов. Мана у него заканчивается, он все хочет среколиться, но у него нет такой возможности. Правда, у Зои тоже мана закончилась, но я думаю, к ней печеньки прибудут через как раз парочку секунд, и она это знает, поэтому остается все еще там. Пиннат пришел на топ-лейн, метку не перепоставил, ну, просто идет выбивать пинквард, который он должен был знать, что там стоит. Это очевидно. Раз джанглер, раз топпер пришел с пинквардом на линию, потом куда-то поставил, значит, это в лесу Икура говорит, дай мне синий баф, я не могу. И пока он ходил за синим бафом, ребят, команда Кингзон организовывает овердайв на топ-лейн, в этот раз все гораздо лучше идет у Кана, он вытанковывает вышку, пошел урон от Пината, Пинат должен добивать флэша, а у него нет флэша. Кин третий раз за эту встречу, за этот бест оф три, ну, выглядит, что это будет бест оф три, всего три партия, третий раз получает тавердайв два в один, и третий раз убивает Пината. Как это работает? Серьезно, когда они с Джейсом делали тавердайв, он умер, но убил игрока. Когда они делали бест с Джейсом, вот в предыдущей игре тавердайв, через Камилу, он убил тогда Кана, Камилу он убил, и опять он делает убийство, и опять не умирает. Как он это делает, непонятно. Пинат ошибается, дает кушку в крипов, первую, потом слишком рано, мне кажется, отскакивает. Грага смог еще один удар вышки подержать. Это повтор нам показывают, видимо, мы пропустили, как БДД убили, на БДД выходит, он прожимает, и флэш будет здесь откуда? Нет, это не повтор, это прямой эфир, все же мы с вами загружаемся, или это все же повтор, где БДД вылавливают и убивают. 3-0 становится счет, БДД видел, как на него вышли 2 игрока, и почему-то решил, что настало время тратить прыжок. А зачем? Не нужно было здесь ничего делать. Ты вообще должен радоваться, что Кора тебя с флэша не поймал. Ну, а Кан, я думаю, в полной демотивации, потому что у него все было зашибись на этой линии. Он шел плюс 20 фарма, он не давал нормально фармиться оппоненту. Пинат решил воспользоваться тем, что Грагаса, он знает, где он находится, синий баф он отдает, и это был провал. На Тауэр Дайве, ну, причем Кан тоже ошибся. Я уже про это говорил. Ну, все, ты же ушел. Зачем ты делаешь прыжок? Вот что это было? Непонятно. Мне это непонятно. Что это только что было от БДД? Можно было спокойно не прыгать, а просто подождать, пока они отойдут. Может, даже стреколиться и прикупить предмет, если там у тебя что-то появилось. А так, все свое преимущество, которое на меде организовал БДД за счет классного запушивания, он проиграл из-за как раз синего бафа Мальзахара и из-за того, что только что умер. У него было преимущество почти 30 фарма. Сейчас 88 на 77 осталось. На боте за счет фризинга. Помните, про хороший фриз организовал, а сейчас 99 на 95 стал фарм. Это точно те самые Кингзон. К сожалению, это те самые Кингзон, которые проиграли команде Самсунг на чемпионате мира. Те самые тельтовые Кингзон. Я как сейчас помню эти встречи. На ютубе можете их посмотреть. Чемпионата мира 2017 года, где команда Кингзон выбирает супер лейтгейм сетап. У оппонентов нет ни единого чемпиона для инициации. И команда Кингзон просто в нагло организовывает каждый раз стимфайты на 20-24 минуте, которые они, конечно же, в жопу проигрывают. Прошу прощения за французский. И проигрывают встречу. И так три игры подряд было. Зачем? Я уже ругался на второй игре. Зачем вы лезете сражаться? У вас супер лейтгейм. Вы нагло вы сильнее оппонентов. Там под 80% был лейт за ними. Здесь у нас битва начинается. Забегает горилла. Все же в ульту Пината останется в живых. Спирит пытается убить Пината. Отфлэшивается тот. Флэшивается за ним. И Уварус спасает его в этот момент. Тусина пытается добить Бедиди. У него это получается. Продолжает погоню за Кура. Кура прожимает Жоню. Это Жоня ему не помогает. Ешка летит вообще в какой-то другой экран. Но Бедиди продолжает погоню. А почему он Игнайт-то не поднял? Там вроде валялся Игнайт. Он взял зачем-то флэш. Ну ладно, не имеет значения. Команда Кингзона организовала небольшой камбэк. Это приведет к плюс Дракону. Но это вот сейчас сыграла контрпикность Джанглера. Наконец-то она сыграла свою роль. А представьте, избежать бы еще на топ-лейне вот этого дурацкого Тауэрдайва. Ну то есть Тауэрдайв-то хороший. Результат Тауэрдайва был отвратительный. А Тауэрдайв-то был сам по себе хороший. И было бы у Кана преимущество сейчас 30 фарма на топе. Пенат играет в этой игре, как видите, на Кендретке. Кендретке является прямой контрак Олафа, потому что Олаф ничего ей сделать не может. В Моргану решил ультануть. Здесь Кура. Это большая ошибка, конечно же. Выбирать между Морганой, Кендреткой и Зоей. Он выбрал Моргану. Это ошибка. Здесь он выжил. А, не, Игнать не валялся. Это мне показалось. Ребята, действительно, BDDM поднимет здесь флэш, но Тауэрдайв не будет организовывать. Другие сегодня команды играть? Нет, сегодня только этот Best of 5. Ну, бодрячком, конечно, отыграли вот мидгейм команда сейчас Kingzone. Отыгрались по золоту отставание свое. И лейт команды Kingzone прямо пропорционален игре Кендретке. Зоя это чистый мидгейм. Но вот лейт прямо пропорционален именно Кендретке. Сколько она стаков наберет? А у нее уже 4 их, ребят. Сколько она хороших или плохих действий сделает в игре? Это все повлияет на игру. А почему он решил Геральтку отпустить? Пенат. Что случилось? Он увидел Олафа снизу. Начал делать Геральтку. А потом такой, нет, Олаф, видимо, снизу стелепортируется ко мне. Я не знаю. Или они решили вышку задефать. Видимо, решили вышку задефать. Возможно, это была тренерская установка. Не отдавать вышки на боте. Хватит это делать. Пусть Крамер сидит там вечно на ботлейне. Не отдать эту вышку никакой ценой. И, видите, Пенату сейчас как раз включился мозг. Он такой, блин, можно было разменять на Геральтку эту вышку на ботлейне. Но нет, не будем этого делать. Вообще-то они проиграли с Самсунгом. Я не знаю, как ты там смотрел чемпионат мира. Я смотрел мой чемпионат мира и видел, как команда Лангжу вышла в плей-офф и отлетела от Самсунгов в 0-3. Я вот этот матч видел. А не знаю, какой ты матч видел в 2017 году на чемпионате мира. Но у тебя они почему-то от команды Royal Never Give Up проиграли. Пенат поспорил тренеру, что сможет заруинить три игры подряд с улыбкой на лице. Ну, посмотрим. Пока нам вебки не показывают, может быть, он уже не улыбается. Вориор, кстати, пошел у нас пенатик. Наверное, вориор не лучший вариант против вот всех этих чемпионов, но очень хороший для мидгейма. И за счет как раз вот этого вориора он отбится и смог. Потому что там-то процентный урон вы добавляете к каждой вашей автоатаке по 4% от здоровья оппонентов. Но это будет Боттерг вторым предметом. Определенно должен быть Боттерг. Иначе я буду ругаться на Пената за просто неправильный выбор предметов. С тем временем. Слушайте, а вот изменили кингзоновца игру. Я вот вижу, вижу. Наконец-то тренер заиграл. Вот заиграл как настоящий тренер. Он увидел, видимо, повтор только второй игры. Он не увидел. Именно за первую игру все ошибки, которые были, он исправил. Ой, тут ловит Олафа, но тут прожимает, тут же ульты убегает. Сейчас объясню. Главное поражение команды Африка... Главное победы команды Африка Фрикс в этой игре были вокруг того, что они ломали Ботт Лейн быстрее команды Кингзон. После этого делали сноубол за счет своего роумищевого... Гораздо лучше роумищевого саппорта и Ады Керри. Перемещались на топ-лайн, ломали там вышку, забирали Геральтку. Но отдавали при этом драконов. Это мы видели две игры подряд. Но еще важный пункт. Они контролировали вот эту точку. Все эти матчи. Сейчас команда Кингзон втроем шли выбивать этот вар. Даже вопреки тому, что Варус там потеряет немного фарма. Все равно шли выбивать этот вар, потому что нельзя давать контроль Спириту над этой точкой. И Спирит уже подзывает Кура, говорит, давай-ка, надо что-то организовывать на боте. А то мы так и застрянем надолго против... Пока там Буттург не появился у Кендретки. Когда появится у Кендретки Буттург, у него появится Пауэр Спайк. И она, по сути, будет всех убивать. Да, у Фрикофриксов лейт сильнее. Но это не та игра, где ты можешь просто сидеть, ждать лейтгейма и победишь автоматически. Потому что, скорее всего, в медгейме сейчас такое учинит разгром команда Кингзон за счет своих чемпионов. Любопытно, что Грагас играет без ботинок. До сих пор Спирит здесь заходит. Да, все же вышку сломает. И Пенат выбирает забрать два объекта за один. А именно, забрать он хочет Кина. Они будут товардавить его. А если Кина не останется, то они просто попытаются забрать вышку. Крипы кончились, правда. Пенат дает еще парочку автоатак, но сейчас крипы новые подойдут. Также забрать... Ой, а минус вышка-то на меде сейчас может произойти. Пенат... Ой, как Пенат ошибся-то. В итоге он просчитался, ребят. Они не смогли забрать вышку на топе. Он не успевает забрать Геральтку на меде. Теряют они вышку. И не собрал еще себе стак в лесу. То есть Пенат все провалил. Он за тремя зайцами побежал. Все эти зайцы фак ему показали и убежали. Да, что-то как-то провально получилось. Вроде все он задумал хорошо, но... Я так с мини-картой это видел. Вроде задумано было хорошо. Сломать вышку на топе, забрать стак и потом Геральтку начать готовить. В итоге, видите, они ничего не получили. Ни стак на топе не забрали, хотя там был пятый стак. Довольно важный стак, кстати говоря, для Пената. Потому что после пятого стака... А, нет, после пятого еще ничего там важного не появится. Я хотел сказать, что после пятого вроде как на синий и красный бафы накидывали... Ну что это такое? На синий и красный бафы начинает накидываться пассивка. И тогда может инвидить чужой лес еще более активно. Но нет, там с шестого стака это переключается только. Ну, на пятом тоже может появиться, но там 15% шанса, по-моему, что на красный и синий баф накинется стак. Нет, то, что стаки, которые продвигают, это да. Я имею в виду по забиранию чужих. То есть после седьмого стака, ребят, все последующие стаки это только герои и суперобъекты. Суперобъекты это Геральдка, Драконы, Нашоры. После седьмого. Шестой и седьмой это как раз лесные большие кемпы, именно Драконы. Пенант справился с ред бафом. Ну, хоть с чем-то справился. Он идет, кстати, в QSS. Ботарк плюс QSS, но он одновременно и то, и то собирает. Как бы так не получилось, что он в один момент не будет иметь вообще предназначение. Или это Витцент! Хопа! Нежданчик. Нежданчик, за который я его буду покрывать, так сказать. Причем покрывать не с точки зрения, как покрывало, а с точки зрения... Обзывать. Там у нас Спирит что-то ускорился, бегает. Ботинки он, кстати, взял пока никакие, да? А не, Нинжи Тапки у него взятые. Хотел сказать, он Нинжи Тапки должен был сделать, но не обязательно прям рашить их. И дальше пошел в Рандуин уже Спирит. А куда он так торопится с Рандуином? Можно узнать? Просто скорость атаки, типа, порезать оппонента. Потому что критов тут еще долго не будет. Ни у Прэй, ни у Пената. Пената до критов после QSS, после Ботарка. Думать надо о Гардиан Эйнджеле. И вот только тогда начинать думать о Хурикане. Ну, Хурикан он может собрать чуть-чуть пораньше, чем Гардиан Эйнджел. Это ладно, непринципиально. А Варусу сейчас нужно Гуинсу собирать после Гуинса. Ему нужен QSS. И только потом Хурикан. То есть тоже еще долго. Куда так быстро Рандуин собирает Спирит? Сейчас бы пригодились Райт Лут Глори. У его команды проблемы с инициацией. Найт Вов пригодился бы для бессмертия Зая. Ну, не то, не то. А вдруг это мозаика Олафа? Может быть? Типа взял... Как она называется? Вот эта вот жилетка. Оумен, Оумен, я вспомнил. Взял себе Оумен, чтобы просто резать скорость атаки оппонентам. Не получается никак Геральтку забрать. Ну, как не получается? Не получилось уже неправильную форму глагола использовал. Уже все там закончилось, ребят. Теперь там только Нашор стоит. Нашора ни одна из команд еще долго забирать не сможет. Сноубола так и нет. Видите, начали вроде команды Африка Фриксы очень хорошо. С 3-0 отыграли 2 кг команда Кингзон. Как раз за счет того, что у Спирита не было флэша. Остальные игроки там неудачно тоже заняли позицию. И в итоге мы с вами имеем вот такую вот ситуацию. Где мы потихонечку смещаемся в лейтгейм. Ну, а в лейте, я уже говорил, Африка Фриксы будут сильнее по самому сетапу. Но зато есть Кендретка. Кендретка, правда, без стаков. У нее только 4 их. Вот если 7 стаков, я могу определенно точно сказать 7 стаков. Это, считайте, победа уже той команды, у которой Кендрет. Потому что там рейндж автоатаки 725 становится. И она просто неубиваема. И под своей ультой она просто уничтожает любого игрока, который заходит внутрь. Потому что волк там наносит по 35% урона, по-моему. От вашего здоровья это немножко нечестно. Скажем прямо. Посидел немножко в ульте и умер. Опа. Ловится здесь Райкану. Там 3 экрана нужно было пережить. Классно Кан отыгрывает. Он понимает прекрасно, что ничего ему не может сделать Кин. И он спокойно забирает у него крипов из-под носа и идет в лес оппонентов. Орн говорит, ладно, мне ничего не поделать. Приходится просто фармиться. Моргана? Украла Моргана? Да? Нет, нет. Это я просто золото увидел. К ней добавилось. Это она с своего голдера подзаработала. О, Кан пришел на мид. Помог подпушить. Вот такой вот, знаете, ротационный Грагас у нас. Он помогает постоянно команде. И никак Орн, конечно, его запушить не может. Это немножко другого типа у нас линии на ботлейне. Где жутко мобильный танковый чемпион играет против одного танка. Они друг друга убить не смогут. Даже если там начнется сражение с джанглерами, тоже вряд ли друг друга они там убьют. 725 рейндж. Я объясню, почему я говорю. Я из-за рапидки это говорю заранее. То есть там рапидка же тоже будет собрана. Там хорикан, рапидка. Эти предметы собираются всегда на этого чемпиона. И мы же про 6 предметов говорим. Про лейтгейм. Так-то да. 600 рейндж. Следующий плюс 150, да, по-моему, будет. Когда будет 10 стаков. Я потому что всегда, ребята, вам говорил, что рейндж прибавляет 150. Но 150 это максимум у рапидки. Я что-то сам недавно увидел это. И осознал свою ошибку. Сколько раз я вас вводил в заблуждение. 150 вы зарабатываете на максимальке. Там плюс 33 процента дальнобойности автоатаки идет. То есть если ты милишный чемпион и покупаешь себе рапидку, она не дает тебе плюс 150. Дает где-то плюс 80, плюс 90. Ну, кстати, пинату она даст все равно плюс 150, потому что у него уже 600 рейнджа будет. Это должно быть плюс 200, но плюс 200 он не получит, понятное дело. А получит как раз плюс 150, да. Так что все равно будет 700, не 25, а 750. Против Африки умеет играть только команда СКТ. Я тебя удивлю, но статистика команды Kingzone против Африки сверхположительная. И по плей-оффам, и по регуляркам. Так что это просто не зашедшая игра и, скорее всего, вот не зашедшая Талия. Против Талия были готовы команда Африка Фрикс в первой игре, играя через Олафа. А во второй игре что-то как-то не пошла совершенно игра у BDD. И также не пошла игра у Prey. Ну, Prey, правда, и в этом матче пока не лучшим образом играет. Но хотя бы не умер. У него 271 фарм, 1-0. Моргана тоже не умерла. Наконец-то отобрали у Гориллы плеймейкера, потому что чувствовалось, что плеймейкерил он не очень хорошо. А почему Моргана не забирает фарм, непонятно. Хороший контроль, конечно, организовывается за счет мидлейна убитого. Все еще, видите, Африка Фрикс, они контролируют этого Нашора. И вот эта вот вышка, убитая на миде, она гораздо страшнее, чем даже вот забранный там дракон, маунтайновский, команда Kingzone. Из-за этого постоянно Канн вынужден приходить на мид, запушивать большой пак крипов. Чтобы Горилла вместе с командой втроем туда смещались и выбивали все эти варды. Идея как раз и заключается. Вы должны продавить этот мидлейн, но это делается только при помощи крипов потихонечку. Решила команда Kingzone организовать вчетвером поход на топ-лейн. Сломать вышку на топе. Пенат очень агрессивно. Прэга теряет очень много здоровья. Олаф там что-то ворваться попытался, ничего у него не вышло. И команде Kingzone лучше отсюда уходить. Прэй вряд ли здесь сможет как-то остановить его. Ну а Канн, который выиграл время как раз для этой ротации Зои, уже видит, что вышку пропушили на миде. Зои прыгает, промахивается. Кушки летят тоже мимо. Не хватает обзора Kingzone, но они еще не бэкались. Прэй! Ошибается, дает ульту, пытается увернуться. Морган дает на него щит. Дает он кушку, летит. Ешка от Зои, хорошая ешка. И там в Спирита прыгает Пенат. А не агрессивно ли Спирит играл здесь? Нет, не агрессивно. Там впереди у него шишка убита. И в итоге, видите, на обратной тяге команда Africa Freaks ломает вышку на топ-лейне. 3-0 уже по вышкам, но по золоту меньше 2000 преимущества. Ну, контроль карты просто из-за этого дико легкий. Понимаете, вот эта вот вышка, которая стоит на миде, она создает как раз тот самый ареал обитания, гораздо больший для команды Africa Freaks, нежели для команды Kingzone. И Kingzone-овцам это вот типичная игра Риск или другие какие-нибудь с захватом территории игры, где у вас есть уже захваченная территория за счет вышки вашей. И вам меньше нужно вардов тогда расставлять, и, соответственно, вы эти варды можете поэкономить. Ну, они их не экономят, поверьте мне, они их ставят так же активно, как и делает команда Kingzone. Но именно вот то, что на 1-3 варда меньше нужно команде Africa Freaks, это очевидно. Пройдем временем с QSS. 3 QSS появился в команде Kingzone, гипотетически они могут начинать битву теперь против Мальзахара, он для них безопасен, но с организацией тимфайтов у команды Kingzone проблема. Их тимфайты это кайт, по факту. Это отпушиваем, отпушиваем. Если оппоненты сиджат, если они организовывают как раз-таки какую-то осаду, мы просто отходим. А саму инициацию может организовать только Грагас. Но Грагас пока еще более танковым хочет стать. BDD отправился на топ-лейн, вряд ли он вышку эту сломает, хотя там никто не идет ее отпушивать. Посмотрите, там крипы просто сейчас будут. Но BDD этого не знает, это мы с вами знаем, да, BDD не пойдет. Он бы сейчас сломал вышку на топ-лейне. Или пойдет все же. Нет, идет он все же туда. А у нас, подождите, стак появился что ли у Кендредки? На красный баф он был накинут. Кендредка, видимо, с шестью стаками сейчас уже. А вот и вышка на топе неудачно сыграла команда Africa Freaks. Это их ошибка. Позиционку кто-то проиграл из их команды, кто-то не туда пошел. В момент, когда можно было спокойно прикрыть вышку на топе, BDD бы ее не забрал. Грагас запушивает бот, потом смещается. Орну это все надоело, и он такой, хочу тоже посмотреть, что здесь можно сделать. И теперь Грагас его здесь встречает, закидывает его бочками. Процент на урон у Грагаса, конечно, есть, но и у Орна тоже есть на его W. Так что все хорошо. А там одна тычка была, но эту тычку можно было не дать. О, BDD-шникаловит у него и Жоня, но он отфлешивается. Решает не прожимать Жоню, а именно флешнуться в сторону. Наверное, и правильный ход. Зачем сейчас давать битву, где можно аккуратненько пройти Prey? Блин, смотришь, как Prey так прогуливается. И как в SoloQ хочется на него знаки вопроса покликать, потому что он просто без NoVision проходил через самую опасную точку в игре, которая считается. То есть это снизу могут в тебя ворваться, а ты стоишь без прикрытия. Но повезло, у команды Africa Freaks не было в этот момент инициации никакой. Рэй Кан отошел в сторону, а Кин хоть это все дело и видел, но он без ульты был. Кан что-то пришел к команде. Но, видимо, хотят Kingzone организовать битву, но организовать они хотят ее правильно. Чтобы Мальзахар где-то дал не туда ульту, и тогда будет битва. Но для команды Kingzone, например, уже Best of One начался. То есть одна игра, а не конец. Нет никаких больше камбэков, поэтому у Africa Freaks сейчас, допустим, есть козырь в рукаве. И этот козырь называется следующая стадия банов пиков. Если они проиграют эту игру, они могут просто понять, кому они проиграли. Грагасу либо Кендретке и забанить этого чемпиона, допустим. Или бы забрать его себе, там, Грагаса на ФП. Или Грагаса на второй стадии. И Грагас, вы знаете, является контрой, мини-контрой все же Кендретке. Вокруг этого можно тогда строить свой матч. Если Кендретку они возьмут, то будет им тяжелее, бла-бла-бла. Интересно, а Зиллиан есть у Бидиди? Пина тут агрессивно себя ведет, получает магический щит при помощи этого щита. Выбивает-таки Пинкварт. Но вот вышку на миде это то, что хотят сломать команда Кингзон. Но это очень тяжело сделать, только если оппоненты вне позиции окажутся. О, кстати, Грагас сейчас вышку на боте сломает. Орн опять показался на ботлейне. Грагас все это дело увидел, но решил сместиться к команде. Там просто задунает большой пак крипов, и они со временем Орну сломают вышку. У Грагаса там уже 317 фарма. Он почти фулл билд, ребят, если так задуматься. У него там полтора предмета не хватает. То есть это Гаргуля плюс последний предмет, но он не может убить все равно никак на этом врага. Все среколились. Команда Кингзон знает, что все среколились, но видите, они не могут ничего делать. Решает наш Шора через телепорт. Олаф остался здесь, сразу же пошли телепорты от команды Африка Прикс. Слишком агрессивно, мне кажется, наш Шор. Пинат очень много здоровья теряет, но Олаф не может подойти его зоне. Эта команда Кингзон забирает наш Шор. Вопрос, сколько игроков останется в живых после этого всего? Рэкан делает шикарную инициацию по трем игрокам. Киндредка ставит ульту, чтобы заблокировать все, что здесь ходит. Киндредка прыгает, пытается убить, но там Жоня раз, Жоня два. Киндредка прыгает, делает килл на Крамеры, делает килл на Тусине. Что творит Пинат в этом тимфайте? Перекридывается через стеночку, и Кин остается один против троих на той стороне. Пинат говорит, можно его убить, но не надо, Пинат. У тебя мало здоровья, не нужно тебе. Квадрокилл это как бы не тот момент, который вы хотите. Подходит Кура, там Сайлент скинет, но это все не имеет значения. Команда Кингзон выигрывает этот тимфайт без Эйса. Вне позиции. Я говорил, что может оказаться команда Африка Фрикс один раз. И даже добавил, что такого уровня команды не окажется вне позиции. И я ошибся. Среколилось четыре игрока разом. Нельзя так делать. Какие к черту четыре рекола? Они их организовали. Давайте посмотрим. Говорят, Орн ошибся с ультой. Подсказывает мне под Рейкан ульту. Пока там Кингзонс ломает вышку на меде. Пошла Рейкановская ульта. Орну откинул Грага с его ультой. Не дал просто Кину дать подкидывание. Так что он ее не зафейлил. Это просто дико классная игра была от Кана. И Кан после этого отзонил еще и Кура. То есть я тут расхвалил Пината. Но Пината-то по сути просто бил. А вот именно классно отыграл как дисенгейджер именно Кан. Он сначала отменил ульту Орну. А потом еще не дал Кура присоединиться к тимфайту. Ну что ж. Теперь у нас 3000 преимуществ команды Кингзонс. У них есть нашор. Вышку на ботлэйне сейчас конечно же сломает Грага. И показывает нам урон. Грагас видите больше всех нанес урона. Олаф выключил из тимфайта Зоя. Но мне кажется Олафу здесь надо было по-другому играть. Играть в чистую смайт войну через стенку. Флэшится туда под своей ультой. А он снизу хотел зайти как-то. И снизу попал как раз под прокаст на БДД. Если бы не мув Грагаса, то Кендрэдка бы вообще никого не убил. Да, да, да. Я говорю здесь. Мы недооценили. Но Грагас как раз топово здесь сыграл от Кана. Чувствуется, что заставили его тренеры потренировать этого чемпиона после того матча против команды Гриффинов. И Пенат здесь ждет инициации. Но никто не выходит. И тогда он идет помогать выбивать эту вышку. 6-4. Дракону на следующий уже Элдерд будет. Вот что любопытно. Каждая из команд по одному тройку взяла. Команда Кингзон в начале еще игры взяла себе Маунтана. И с тех пор там долго висел волосатый дракон, которого никто брать не хотел. Там, я помню, подошел Крамер, по-моему, его добил в Солиандру. И, кстати, когда он его забрал, по-моему, именно в этот же момент он и нажал рекол. Вот этот неудачный. Ну что ж, команда Кингзон все еще с Нашором. Продолжает пушить, дается ульта. Бедити пытается там как-то попрыгать, понаносить урон. Грагас дает Раскидон. Просто дал Раскидон, чтобы расплетить африканцев. И попытаться не дать им с реколиться и быть фулл хп к следующему тимфайту. Наверное, надо просто забрать их лес и отступить. Вряд ли получится с этим Нашором открыть ингибитор. Но хотя Кингзон дальше продолжает идти. С Бэка у нас Олаф. Нет, нет, поняли, поняли они, что нет в этом уже никакого смысла. Рапидка появилась у Пината, и вот теперь, ребята, он будет собирать хурикан. И вот мне интересно, сколько у Пината стаков. Потому что если у него больше семи стаков, это проблема. Команда Африка Фрикс. Если нет, то у них 60% их все еще сохраняются, как я и говорил. Гардиан Энджел, тем более, у них появился. 44 секунды до Элдер Дрейка, но я не знаю, могут ли африканцы за него сейчас сражаться без особого обзора. Ну и видим мы, что на Рапторах появился стак. Ой, не на Рапторах, это на Волках появился стак. Для Кен Рэдки, значит, у нее всего лишь там 6 стаков максимум. Потому что на Волках они все еще появляются. Там 50 на 50, что появится ли там, либо там. Ух ты ж, какого взяли. Твин Шэдоу у нас у Моргана. Она играла с КДРом, добавила еще себе КДР через Твин Шэдоу. И для Дисенгейджа эту штучку. Правда, ее, наверное, лучше для тимфайтов копить. Африканцы хорошую позицию заняли. Нету сейчас Кен Рэдки рядом. Нужно как-то перегруппироваться в команде Кинг Зон. Медлен не хочется терять. И приходится выпрыгивать Кану. Вне позиции они оказались. И стартует его команда Африка Фрикс. Дракон этот, по сути, никому не даст больших бафов. Но Пенат может туда залететь внутрь, поставить ульту. Ой, ловят Моргану! Какая ошибка от Гориллы. Блэкшилд на себя не прожал. Кью Сэсу у него нет. Зато есть Твин Шэдоу. Помните, мы об этом говорили. И, ну, это будет отдача этого Дракона. Тусин цепляется за Прэй Прэй. И тут же прожимает Кью Сэс. Кан все еще жив. Отфлэшивается в сторону. Дает ульту, чтобы убить Кина. Кина здесь убивает. В этот момент БДД со спины зашел. И убивает Гардиан Энджел Крамера. Прыгает, убивает Крамера. С прокастом он тут выживает каким-то чудом. Успевает сделать скилл перед своей смертью. БДД поднимает все эти самунирспеллы, которые здесь отвалились. И забирает половину команды. Африка Фрикс флэшится дальше. Там топор! Надо увернуться. Ух, какой хороший уворот. Сейчас Ешечка будет. Но Ешку не попадет. Вау! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это да! Можно у меня такая Зоя будет в команде? Можно у меня такая Зоя будет в команде? Спасибо, Риуты. Вы-то видели? Просто до свидули. Вот это, вот я понимаю, игрок. Нет, нельзя давать ему этого чемпиона. А вы Райза ему давали две игры подряд. Пытается закончить команда Кингзон прямо здесь встречу. Кану не надо близко подходить к своей команде, чтобы стаки не перепрыгнули. Никуда они не перепрыгивают, делают финальный ол-ин. Вышку надо, ой, Нексус надо добивать. И команда Кингзон 2-1. Отыграли одну игру. Какая же Зоя шикарная от БДД. И Пенат чувствуется, что на Кендредке он играет гораздо лучше, чем на Талии. 1-2, но встреча как бы все еще матч-поинт. И я вам говорил, что теперь будет преимущество за командой... Они его заработали, Африка Приксит, они его честно заработали. У них сейчас сторона. Они могут выбирать, на какой стороне играть. И помимо этого, они могут во время банов пиков, просто увидев, что там Зоя просто божественно, убрать Зою из игры, либо забрать Зою себе. Также они могут убрать Кендредку, либо просто забрать себе Грагаса. В общем, вариантов у них много. Сейчас надо тренеру хорошо подумать над этим. Потому что при счете 2-2 там будет выбор стороны у команды Кингзон. Но пока обе команды были готовы играть. Одна на синей стороне, вторая на красной. Финальный тимфайт нам повтор показывает. Давайте посмотрим его еще раз. Убивает Гориллу, который вообще непонятно куда шел и как он там оказался. Вроде варды были. Вроде он видел, что команда его не рядом. И смотрите за БДД. Он во фланг уходит. Рекан предлагает ворваться в троицу команды Кингзон. Но там Кьюсеса и Жоня. И тут БДД делает прыжок и уничтожает Крамора. Это минус Гардиан Энджел. Отскакивает назад. Кидает Ешку. Убегает из-за этого спирит. После этого БДД дает прыжок. Минус делает Тусина. И Крамору отрывает пол лица. После этого он поднимает его саму Нирспел, прыгает, добивает Тусина. Ну и... Если бы не убили Олафа, возможно, Кингзонцы не пошли бы заканчивать. Но он классно делает додж. Топора прыгает к стеночке, чтобы дать Ешку удлиненную. И добивает его. Изяво. Но мы идем на перерыв.